Завершился очередной промежуточный этап пробега дороги России, который проводится в рамках ресурсного испытания синтетического моторного масла LUCOIL AVANGARD PROFESSIONAL XLE 10V40, соответствующего требованиям всех четырех спецификаций ASEA для коммерческой техники. Тягач Ford F-MAX с 15 тоннами балластов полуприцепя проехал уже 10 тысяч километров и прибыл в Красноярск. К слову, это самый восточный в России город с населением более миллиона человек и одно из старейших поселений в Восточной Сибири. Город интересен не только историей, но и своим расположением на северных отрогах восточных саян, образующих в окрестностях Красноярска уникальный рельеф, в том числе знаменитые красноярские столбы на правом берегу Енисея. Город встретил участников пробега почти зимней погодой. Температура ночью опустилась до нуля и на землю лег первый снег. Достаточно серьезно подготовились к данному проекту, взяв с собой комплект зимней резины, учитывая то, что едем далеко и погодные условия поменялись вот буквально вчера. Поэтому сейчас переобуваем ведущую ось в зимнюю резину и продолжаем путь. Пробег дает возможность познакомиться с инфраструктурой самых важных трасс страны и рассказать об этих дорогах. Так уж получилось, что в свое время маршрут сибирского тракта сухопутного пути через Сибирь устоялся именно через Красноярск, дав городу мощный толчок к развитию. Сейчас здесь проходит федеральное шоссе R-255 «Сибирь», пролегающее между Новосибирском и Иркутском. По правилам испытания, каждые 10 тысяч километров участники пробега должны брать пробу масла. Первую пробу взяли в Красноярске. Между двумя рисками на щупе, которые обозначают минимальное и максимальное показание масла, примерно 5 литров. Так что те 150 грамм масла, которые мы взяли на анализ, их отсутствие автомобиль фактически и не заметят. А это масло, эта проба отправляется в Москву, в лабораторию, где сделают анализ. И так еще два раза в течение нашего пробега. Пробег дороги России продолжается. Впереди еще много дорог, в том числе трассы Скандинавия, Урал, Чуйский тракт, Байкал, Восток и Амур. Продолжение следует...